Коллеги, у меня на часах 11 утра, время начала нашего семинара. Я рад всех приветствовать в рамках нашего очередного вебинара. Это уже четвертый вебинар в нашей серии, который стал регулярный. Это вебинары РАЭКСа Российского союза ректоров и ассоциации составителей рейтингов. Это вебинары, которые посвящены с одной стороны рейтингам, а с другой стороны новым тенденциям, которые так или иначе оказывают влияние на рейтинги и должны отражаться в рейтингах. Сегодняшний вебинар, как вы знаете, это университеты и медиа. Грубо говоря, как университеты позиционированы в информационной среде. И на эту тему было много сказано, я наверняка что-то повторю, но смысл такой, что если у вас нет в информационном пространстве, то у вас просто нет. Сегодня мы пригласили лучших, по нашему мнению, специалистов в области медиа из университетов. Это не результаты нашего рейтингования, то есть мы не можем сказать, что они самые-самые лучшие, но можем сказать однозначно, что это представители лучших медийных команд университетов, одни из лучших. И предложили им поговорить на наиболее актуальные темы взаимодействия университетов и медийной среды. Ну, немножко о нашем регламенте. Докладчики ориентированы на доклады, короткие 10-12 минут. И здесь я напомню такое старое правило для журналистов. Одна статья, одна мысль. Когда концентрируешься на одной мысли, то всегда уложишься в нужный объем. Ну, это не является обязательным условием, но старайтесь этого придерживаться, чтобы попасть в регламент. Такой короткий доклад для того, чтобы мы, с одной стороны, смогли сконцентрироваться на главных выводах авторов, с другой стороны, чтобы у нас была возможность ответить на вопросы, потому что на вебинаре присутствует большое количество людей из разных университетов, из разных регионов. Я думаю, что вопросы будут. Материалы будут размещены в чате. То, что можно, имеется в виду презентация. Тот, кто из чата не смог взять эту презентацию, либо у нас этой презентации на данный момент нет, то все будет, включая видеозапись, размещено на нашем сайте. Ну и сегодня мы поговорим о новых видах коммуникаций, о том, как продвигать бренд вуза, о том, что, в общем-то, стирается грань между пресс-службой и медийной структурой. То есть пресс-служба становится, по сути дела, медиа. Как вести себя в агрессивной среде? В общем-то, все чаще и чаще приходится вести себя в агрессивной среде, когда кто-то придерживается другой точки зрения, нежели ты, и ведет себя не всегда и не вполне корректно. Ну вот, обо всем этом сегодня поговорим. Я представлю наших выступающих. Это Анна Веклич, представитель УКМО, Марьяна Дьякова, СПВГУ, извините, политехнический Петра Великого, Игорь Крайсиков, офис тех, МПТИ, Андрей Лавров, высшая школа экономики, Алексей Фавистов, это Уральский федеральный университет. Алексей, давайте начнем с вас. Вы, насколько я понимаю, хотите сделать сообщение на тему «Основные тренды развития информационной политики ВУЗа». Вам слово. Спасибо огромное, Дмитрий, за оценку и за приглашение. Коллеги, всем добрый день. Традиционный вопрос, который задают в начале выступления, видно ли мою презентацию? Да, я ее, по крайней мере, вижу. Надеюсь, то же самое и наши остальные слушатели. Ну все, отлично. Тогда я прошу прощения, с одной стороны, что мне надо убежать через полчаса, потому что горячая пора. Во-вторых, огромное спасибо, что дали возможность выступить в начале и ответить на ваши вопросы. Итак, как сказал Дмитрий Эдуардович про главную мысль. Наверное, я бы в плане такой отправной точки сказал про то, что если вы хотите, как у той героини известно, если вы хотите сегодня оставаться хотя бы на месте, надо бежать быстрее. Но это одна мысль, у меня будет вторая. Я по ходу презентации тоже ее озвучу. Но понятно, что когда мы говорим о трендах информационной политики, проще всего опираться на опыты. Есть в разных форматах практик, то, что называется историями успеха, лучшими практиками. Поэтому вот несколько отправных точек для моего сообщения. Вот вы видите, определения, которые мы любим и которых придерживаемся в работе, в первую очередь, медиа-центра нашего и пресс-службы. Но вообще команда проектора по информационной политике, она достаточно большая. Это центр позиционирования бренд-технологий. Вот сейчас буквально мы создаем, с 1 июня должны создать отдел научных коммуникаций, наконец-то. Конечно, об этом я сейчас хочу сказать. Но вот я любитель всевозможных формул, вот в ангиоцифр и формул. Конечно, формула, с которой мы вынуждены сегодня считаться, говоря о высшем образовании, это массификация, маркетизация и медиатизация. Поскольку у нас все-таки это, ну, наверное, формат конференции, того, на что мы опираемся, в частности, говоря об экспертных мнениях, на какие определения, что такое для нас процессы медиатизации. Здесь не буду, вы видели это определение, останавливаться. Ну, и понятные для всех вузов в разной степени, конечно же, что мы находимся в постоянном реформировании, вот опять процесс слияния вузов и разные точки зрения на эту тему звучат. Уральский федеральный университет прошел когда-то, и сказать, что финал наступил, нет, это мы говорим, с точки зрения продвижения и слияния двух брендов, которые сегодня представляют один бренд, о рейтингах, о которых говорил Дмитрий Эдуардович, тоже мы не можем с этим считаться. Ну, и конкуренты, хоть нас подталкивают постоянно к всевозможным консорциумам и коллаборациям, это сегодня очень модно, но, тем не менее, на многих полях мы с вами конкурируем, что называется, в том числе и в информационной политике, в том числе, ну и, конечно же, как не считаться с особенностями академической среды. Вот главный наш ресурс, это, конечно же, бренд, очень многосложное понятие, и я постарался подобрать вот то, которое для меня является, не знаю, там, бенчмарком, релевантным, или, как сегодня говорят, в том числе. Вот оно, это определение здесь. И, конечно, мы отталкиваемся от трех ключевых вещей. Это наши обещания для всех целевых аудиторий, с которыми мы работаем. Конечно, отличительные черты. Вот здесь, наверное, я бы выделил эту часть красным, а, может быть, капслоком написал, потому что, на мой взгляд, сегодня конкурентная среда заставляет нас думать над тем, о чем мы выделяемся среди других таких же, ну, так скажем, университетов. Хорошо, пусть будут, например, федеральные университеты. Ну, и символика, имидж, это тоже обязательный момент. Вот оно, что для нас главное. Фишка – это то, что не дает нашей команде постоянно покоя, и на всевозможных креативных сессиях и прочих других. Мы, конечно же, думаем, а за счет чего мы будем выделяться? И здесь, в том числе, это разговор про то, а вот как бы вуз и все, что происходит в нем, а потом пиар, или все-таки пиар-телега должна вести лошадь для того, чтобы все коммуникации, они были здесь эффективными. Тренды, которые есть, один из них – это диверсификация, постоянная перестройка коммуникации с различными целевыми аудиториями. Я здесь их тоже указал. Обратите внимание, конечно, абитуриенты, их родители, студенты, семьи мы ставим на первое место, хотя эти целевые аудитории в посылах, которые мы используем, конечно, они так или иначе увязаны между собой. Наш безостановочный постоянный процесс – повышение комментарийной активности, и здесь в первую очередь указаны ученые, то огромное количество спецпроектов, которые мы делаем со СМИ, опять же, с учетом той или иной фишки, позволяет нам, с одной стороны, подталкивать внутреннее сообщество, академическую среду. Смотрите, вот они пиарятся, и у них это влияет на то, на то-то, на то-то. Но вот наших ученых, например, вдохновило одно из недавних исследований, когда ученые выявили, что активность, именно медиа-активность ученых приводит в том числе к повышению их рейтинга на научном поприще. Поэтому популяризация науки и проектной деятельности – это один из ключевых таких аспектов для нашей работы. Поэтому не зря я упомянул, что с 1 июня мы, наконец-то, институциализируем отдел. Да, он будет небольшой, но, тем не менее, это будут сотрудники, которые сосредоточатся только на популяризации науки. Ну и последний форум недавний популяризаторов науки в очередной раз нас просто убедил в правильности этой мысли. Но есть то, что мешает этой коммуникации, и у этого есть свои последствия. Да, не всегда есть четкие программы по продвижению науки, и, в общем-то, не все, кстати, руководители подразделений и, в первую очередь, научных поощряют ученых, работают со средствами массовой информации. Поэтому внутренние коммуникации, постоянная вот эта работа на тему, почему это необходимо, занимает определенное место. Ставка на события. Мы не можем здесь тоже не считаться с этим, но это всегда для нашей команды вопрос, яйцо или курица. Должно событие произойти, мы должны отразить, или все-таки не всегда событие должно случиться, достаточно об этом сказать, и тогда все о нас узнают, что называется. Или вот любимый мой фильм про то, что хвост виляет собакой. Поэтому вот один из ярких примеров, по поводу которого мы до сих пор пожинаем правильные плоды, это падение Челябинского метеорита. Казалось бы, челябинцы должны были там прославиться, но именно наши ученые моментально выехали на место, нашли фрагменты, распилили, и уже там через сутки готовы были комментировать прессе, в том числе зарубежной. Но это когда произошло событие, когда упал метеорит, мы подхватили и начали делать на этом повестку. Но мы же не успокоились, то есть мы сказали, подождите, тут вот событие случилось, а мы освещали, а можно ли сделать наоборот? И мы придумали, мы придумали метеоритную экспедицию в Антарктиду на Южный полюс. Да, это стоило очень дорого, но для нас, для нашей команды, конечно, в первую очередь это был информационный проект с момента вот его упаковки, и вот она, эта команда, вот они в палатке празднуют Новый год на Южном полюсе, мы держали постоянно связь, и до сих пор это дает свои плоды. Каждое 15 февраля, когда упал метеорит, вспоминают это, вот как мы в Домодетово делали пресс-конференцию с федеральными СМИ, вот потом, когда эти метеориты приехали. То есть это то самое событие, да, с затратами, да, сгенерированное, да, не все просто, но зато мы получали тот самый шлейф, который позволял и до сих пор позволяет нам работать. Работа с абитуриентами, еще один яркий пример, это фишка, безусловно, Уральского федерального университета, это акция тест-драйв Уральским федеральным. Каждый январь мы привозим 350 школьников со всей страны, для того, чтобы они 2-3 дня пожили в университете. То есть это не гений открытых дверей, а это погружение в студенческую университетскую среду. Но вот в этом году пандемия, понятно, подпортила. Мы делали в цифре, цифровой тест-драйв, абсолютно не те ощущения. То есть если еще абитуриенты смогли потестить, то драйва-то они, к сожалению, никакого не получили. Обязательно студенчество и вовлечение студенчества. Уральский федеральный один из немногих вузов, где работает студенческий медиа-центр. Да, это всегда с точки зрения институциализации, поощрения, формализации деятельности сложно. Но мы несколько лет назад приняли решение, что если мы не будем делать ставку на студенчество, которое на одном языке разговаривает с ключевой аудиторией, абитуриентами, мы-то, как однажды мне один шеф сказал, мы-то стареем каждый год. Абитуриенты приходят 17-18-летними в наш вуз, поэтому важно было, чтобы студенческий медиа-центр активно работал. И мы не побоялись отдать несколько фронтов работы именно им в руки, но, понятно, под руководством наставников и тьютеров взрослого, так скажем, медиа-центра. Поэтому медиа-школы, практикумы с партнерами, в том числе вот с Ассоциацией коммуникационных агентств России, это позволяет, так сказать, постоянно повышать компетенции, а нам прислушиваться к тому, о чем и как коммуницирует целевая аудитория. Мастер-классы всевозможные, работа на командообразование, на городских событий, вовлечение их, в том числе отправка на стажировки, практики наших агентств, партнеров, ключевых рекламных агентств, средств массовой информации, это, безусловно, помогает. Один из, вот что называется, результатов, один из аспектов, которые здесь возникают, и в том числе ребята, надо дать им должное, они генерят как раз те новые фишки, те новые форматы, которые, на наш взгляд, являются востребованы. Но не все победимо. Два слова про внутрикорпоративные коммуникации. Безусловно, это сложная среда и для огромного университета требует определенных усилий для того, чтобы это случилось. Ну вот, например, мы делали проект «Своя среда», где собирались и на разные университетские темы, которые волнуют именно внутреннее сообщество, разговаривали. Ну, это отдельный кейс, чтобы не тратить время, можно отдельно, что называется, поговорить. Что нам сегодня мешает или где мы еще не стоим, потому что называется твердо на ногах, и это длительный процесс. Про медиаосознанность вообще университетов и, в частности, научного сообщества, я думаю, что эта тема понятна. Не всегда, не у всех университетов есть хорошо продуманные стратегии брендов, есть разного рода барьеры и разговоры, что называется, на одном языке. Не все руководители даже сегодня понимают, что активность, медийная активность должна быть, в общем-то, достаточно заметна. Ну и вот Дмитрий тоже вначале говорил про важность такого аспекта, как антикризисный пиар. Ну и в качестве такой фишки, что ли, детальки, интересные вишенки на тортов, как сегодня тортик, как говорит молодежь, в конце своей презентации иногда достаточно по-свежему, что называется, взглянуть на привычные формы. Ну вот стоит памятник Кирову у нас перед главным учебным корпусом. Вот выпускной у нас будет 26 июня очередной, 6 тысяч студентов одномоментно выходят на площадь, получают дипломы, подкидывают конфедератки. Вот кто-то из студентов просто бросил фразу, давайте в мантию Кирова нарядим, а вот Свердлов у нас стоит перед другим корпусом, а внутри корпуса гуманитариев бюст Горького стоит, мы тоже конфедератку на него. Моментальное внимание прессы приковывается и к этому событию всего лишь потратили пару тысяч рублей, шили мантию для памятника. Или вот слева у нас ролик сделали однажды студенты, просто вот как их инициатива, когда там падает университет, вот нет возможности, к сожалению, этот ролик показать, я думаю, что он на Юте, там что-то мы за полгода почти миллион просмотров сразу, как вирусный ролик, когда падает университет, и вот студентка Абитуриенко говорит о том, как она хочет попасть в Уральские федеральные. Работа со школьниками в том числе, в частности, вот у нас был такой проект Event Creative, когда мы вместе со школьниками под руководством студентов делали несколько событий, которые были заметны также в городе. Ну и в конце, коллеги мои, традиционно, хотя со многими собравшимися коллегами мы знакомы, но тем не менее, вот я решил сделать такую экспресс-презентацию, готов к контакту, ну и лучше, как говорится, оставить время на ваши вопросы, замечания, дополнения, если они будут. Спасибо за внимание. Дмитрий, не слышно вас. Дмитрий Эдуардович, микрофон включите, пожалуйста. Прошу прощения. Да, коллеги, Дмитрий Ковалинский мне помогает, он мониторит чат, и вопросы можно задавать, участники дискуссии могут просто с голоса, а все остальные через чат. Дмитрий, есть ли у нас вопросы? Пока вопросов нет, я предлагаю, поскольку Алексей с нами еще 10 минут, поторопиться с вопросами. Да, может быть, кто-то из участников дискуссии хочет кинуть маленький камень. Если нет, тогда давайте, я хотел бы предоставить слово Анне Веклич. Анна, ваш доклад о заглавлене «Новые вызовы, новые коммуникации». Наверное, вы затронете, как, в общем-то, здесь выделить главное, потому что, ну вот, сейчас все просто мелькает, как, там, не знаю, картинка за окном поезда, только там стартовал клабхаус, все хлопали-хлопали, теперь я вижу сообщение, что он уже загибается. Может быть, это неправда, но это тоже часть информационной политики. Да, Дмитрий, большое спасибо. Я действительно подошла немножко с другой стороны к нашему формату коммуникации, и если вот вы просили вначале обозначить главную мысль, то главная мысль следующая. Всегда нужно ставить на что-то приоритет, да, что-то всегда важнее, что-то вторичное. И сегодня я бы хотела кратко рассказать о том, как мы за последние несколько лет поменяли свои подходы к коммуникации, что было на передовой, там, два-три года назад, а что, соответственно, будет сегодня и завтра. И такие небольшие, может быть, даже секреты открою. Я сейчас попробую сделать демонстрацию экрана. Так, к сожалению, у меня почему-то не получается это сделать. Коллеги, вы поможете мне? Коллеги? Есть кнопочка демонстрации экрана? Да, 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 конечно, я знаю, что она есть, мы ее проверяли. Все, вот сейчас все замечательно. Буквально, я уже потратила одну минуту, поэтому постараюсь сделать это очень быстро. Итак, новые вызовы, новая коммуникация. Будем говорить сначала, наверное, о тех вызовах, которые были вчера, и когда я не говорю, это не означает, что их нет сегодня. То есть, это просто такой краткий обзор тех задач, которые мы для себя ставили как университет и, безусловно, как академическое сообщество вместе с другими университетами тоже. Глобальная конкурентоспособность вуза, это была такая большая цель университета в последние семь лет, международное продвижение, развитие. И с точки зрения коммуникации, наши приоритеты, они были выстроены вокруг и мировых рейтингов, и нового бренда университета, который должен быть понятный, узнаваемый, который должен легко ассоциируется с глобальным университетом. Ставка была сделана в коммуникации на иностранных студентов, на иностранных сотрудников. Это совершенно новые инструменты для нас тогда были, новые площадки, новые проекты, которые ранее вузам еще не были запущены. И мы вместе здесь учились, как коммуницировать с ними, каким образом выходить на них, как запоминаться среди этих аудиторий. И, соответственно, не только как университет, но и через развитие науки, через развитие образования, популяризацию науки, о которой говорил Алексей в начале. Мы создавали такую интердисциплинарную среду, чтобы любой иностранный студент или сотрудник, попав в университет, чувствовал себя как дома. И акцент в коммуникации был выстроен на международном уровне и на федеральном уровне. Какое было позиционирование? Вот справа написана цель, да, я кратко ее уже проговорила, как мы себя показывали, как мы себя преподносили. Безусловно, мы говорили о том, что мы больше, чем университет. Мы вкладывали сюда понятия среды, понятия того, что ты поступаешь не просто в университет, ты часть своей жизни проводишь вместе с вузом, активно развиваешься и в учебе, и в науке, и во внеучебной деятельности. Для нас очень важным ярким слоганом концепции была концепция первого неклассического университета, и очень многие в академической среде спрашивали нас, а что это значит, и мы очень много посвящали времени в коммуникациях, чтобы ответить на этот вопрос. Последние несколько ключевых таких тезисов, это безусловно объединение единой семьи университета ЭТМО, ЭТМО Фэмили, и наш такой некий вызов поколению диджитал нейтив о том, что мы тоже говорим с ними на одном языке, неважно, это иностранные абитуриенты или российские, но тем не менее мы слышим их, мы понимаем, и мы в этом плане такой международный университет, куда приходят совершенно разные студенты и сотрудники. Вызовы, которые есть сегодня, то есть вызовы вчера никто не отменял, они также продолжают, они работают, никто с нас эту ответственность не снимал, дали еще больше, и, соответственно, мы с этим сейчас работаем. Вызовы сегодня. Очень плотная кооперация и коллаборация внутри страны и с точки зрения коммуникации, и с точки зрения создания новых продуктов вуза, потому что вуз должен искать для себя новую аудиторию. К сожалению, на мой взгляд, аудитория только студентов, только абитуриентов и сотрудников, это очень узкий круг, нужно эту аудиторию расширять, а для этого нужно создавать новые продукты, новые образовательные продукты, новые дополнительные образовательные продукты, говорить с городом очень много, создавать какие-то проекты совместные с тем регионом, где вуз развивается. Очень плотно начать работать с предпринимательским сообществом, понимать, что им интересно, что нам интересно, и опять же создавать некие новые направления, новые векторы развития университета. И внутренняя аудитория здесь уже становится на первый план, то есть ее удержание, ее развитие, ее мотивация, она, безусловно, была и на предыдущем этапе, но сейчас акцент все-таки усиливается в адрес именно внутренней аудитории университета. Ну и коммуникации, безусловно, на международном уровне они остаются, но и на локальном, на местном уровне, на федеральном они только усиливаются. Позиционирование, которое мы для себя как университет выбираем сегодня, исходя из тех вызовов, которые у нас есть, ИТМО — это интердисциплинарный университет. Мы постепенно уходим от имиджа только IT вуза, мы говорим о том, что мы на топовом уровне развиваем новые научные и образовательные направления, для нас это действительно очень важно. Мы говорим про химию, мы говорим про новую физику, про информационные технологии и человека, развиваем социогуманитарные направления, позиционируем себя как университет для общества и совместно с обществом мы создаем, опять же, эти новые проекты и продукты, выступаем как полидатор технологий. Университет для нас сейчас — это четкое понимание, что он на всю жизнь, но всю жизнь, безусловно, только тогда, когда ты можешь постоянно давать что-то новое. Это не означает, что получил диплом и ушел из университета. Ты можешь всегда поддерживать связь с своим сообществом, со студентами, сотрудниками. И университет становится как образ жизни. И нас начинают выбирать абитуриенты и сотрудники, и партнеры как то место, где им классно и интересно, и они разделяют наши ценности. И, безусловно, коллаборация с городом, позиционирование нас как город, в котором ИТМО, потому что ИТМО, наверное, один из немногих вузов, представителей которых нет нигде больше в стране. И на самом деле это невозможно, чтобы ИТМО был где-то еще, кроме Петербурга, потому что это очень тесная связь с городом, с его историей, с его идеологией. И последний слайд, коллеги. Вот мы с вами посмотрели на то, какие вызовы были, как мы себя позиционировали, какие вызовы есть сегодня и что мы будем делать сегодня и завтра. Вот предыдущий слайд, это слайд, скорее всего, даже про завтра, то есть то, на что опираясь, мы будем выстраивать свою коммуникацию. Так как она поменяется? Вот для нас, для тех специалистов, которые работают в медиапространстве. Сайт вуза – это уже не просто точка входа. Он должен опережать запросы целевой аудитории. Вот это тот вызов, который сейчас стоит перед нашей командой. Мы хотим сделать так, чтобы ресурс университета был интуитивно понятен. Но при этом мы понимаем, что соцсети становятся намного важнее и быстрее, и в какой-то мере мы даже убираем часть информации, понимаем, что мы коллаборируем только через соцсети. Онлайн поступление и обучение. Поступление. Мы были очень счастливы, когда увидели приказ Минобра о том, что все теперь будет в онлайне. Были к этому заранее готовы, и на самом деле считаем, что это очень удобный инструмент. Но и обучение в онлайне тоже должно продолжаться. То есть мы видим для себя новые формы запуска программ бакалавриата или магистратуры полностью в формате онлайн, но при этом с государственным дипломом. Мы ищем вот эти точки соприкосновения, и наша коммуникация будет тоже выстраиваться вокруг этого. Переход на онлайн-мероприятия. Многие говорят о том, что они не создают той атмосферы, у вас нет нетворкинга. Да, они не могут быть совсем, да, не могут совсем заменить очные, но дополнительно дать такую возможность. Например, в прошлом году мы полностью провели выпускной онлайн, полностью, без единой очной встречи. И я не могу сказать, что отзывы были плохие. Отзывы были такие же восторженные, замечательные. Просто здесь нужно больше креатива, больше фишек, как говорил Алексей в своей первой презентации. И мозг должен постоянно думать, чем вы будете удивлять свою целевую аудиторию. Ну и диджество продвижения. Здесь это уже, мне кажется, никем не, даже никто не будет спорить об этом. Потому что Инстаграм и ТикТок – это те два канала, где большая часть нашей аудитории присутствует, посвящает очень много этому времени. И мы хотим быть там, да, мы хотим на уровне конкурировать с временем, которое ребята тратят либо на нас, либо на любой другой продукт в области образования или развлечения. То есть мы конкурируем за время и за внимание в интернет-пространстве. Поэтому, создавая новые проекты в интернет-пространстве, мы становимся доступнее, понятнее и ближе к нашей целевой аудитории. Опять же, если мы говорим про молодежь, что одни векторы, если мы говорим про какое-то бизнес-сообщество, понятно, что здесь уже идет интеграция с Фейсбуком, с какими-то другими соцсетями, где мы говорим с ними тоже на их языке. На этом я заканчиваю свою презентацию и буду рада ответить на ваши вопросы. Анна, спасибо большое. Вы уложились ровно в 10 минут, секунду в секунду. Спасибо за пунктуальность. Дмитрий, там, по-моему, Анне были вопросы в чате, если можно их озвучить. Да, совершенно верно. Анна, к вам вопрос от участника нашего семинара Антона Петрова. Вопрос звучит следующим образом. Как эффективно использовать социальные сети, и какие лучше, для продвижения информации от ВУЗа? И какие особенности позиционирования ВУЗа на российском и международном информационном пространстве? Ну, я так понимаю, что последующие 30 минут буду говорить я, да? Коллеги, вопрос очень объемный. Антон, если вдруг вы можете найти меня там в Фейсбуке, в Инстаграме, пожалуйста, напишите. Я могу подробнее с вами об этом поговорить. Но каждая аудитория, она предпочитает свои какие-то каналы, и вы должны отталкиваться от целевой аудитории, от того, где она находится. Поэтому, если вы разговариваете с абитуриентами, идите в Инстаграм, ТикТок. Если вы разговариваете с преподавательским сообществом, например, в региональной какой-то, да, специфике, то это может быть ВКонтакте, это может быть Фейсбук. Если это международная аудитория, естественно, это Фейсбук, это Линкетин. И всегда везде есть Ютуб. Вот если вы хотите поговорить со всеми, вдруг разом, не распыляясь, то идите в Ютуб, и, соответственно, там вы найдете свою аудиторию в любом случае. Это первое. Второе, то, что касается позиционирования университета, что выбирать. Всегда тема науки будет интересна и популярна. Это такой лайфхак. То есть вы всегда на тему науки можете спокойно говорить на любом уровне, на международном, на российском, на национальном. Это самая популярная тема. Ну и ваша экспертиза, комментарийная политика. Вот принцип, по которому, например, Уральский федеральный университет идет, он тоже очень правильный, мне кажется, интересный. Поэтому комментировать все, что свойственно вашему университету, это очень правильно. Да, Эльмира. Эльмира, если позволите, еще один вопрос. Я полагаю, что ответ на него может быть кратким. Вопрос от Эльмира Якубовой. Анна, подскажите, пожалуйста, какой штат сотрудников трудится для реализации поставленных целей в медиапространстве? У нас единый штат сотрудников, которые работают и в плане коммуникации, и в плане работы с абитуриентами, приемной компанией, потому что это тоже наше направление, и научная коммуникация, все вместе порядка 80 человек. Если говорить с развитием интернет-направления, тоже одна из новых задач, которые нам сейчас поставлены, то это порядка 100 человек. Да, спасибо, Эльмира. И совсем последний вопрос, короткий. Какую социальную сеть используете для таргета, спрашивает Валентина Каманина. Для таргета мы используем все социальные сети. Коротко и ясно. Спасибо. Меня учили о том, что все – это не целевая аудитория, но тем не менее в любой социальной сети можно настроить таргетинг и получать свою аудиторию. Спасибо еще раз, Анна. Следующий доклад я хотел, предлагаю, сделать Игорю Красикову, представителю Фистеха. У нас я посмотрел такое сегодня засилие технических вузов, но тем не менее, может быть, они лучше знают. Доклад, насколько я понимаю, звучит «Пресс-службы или самостоятельные медиа». Наверное, лет 10 назад меня бы этого вопроса не вызвало, а сейчас я проработав много лет в разных медиа, не знаю, что такое медиа. Может быть, Игорь, и об этом скажете. Коллеги, добрый день. Газеты или журналы, а сейчас я не знаю, что это такое. Я надеюсь, вы сейчас видите, да, мою презентацию? Да-да. Отлично. Коллеги, я начну несколько банально, но надеюсь выйти на какую-то провокацию. И сегодняшний знак вопроса в моей презентации – это, по большому счету, приглашение к диалогу. И я очень рад, что уже сейчас возникают какие-то вопросы. Я не буду давать определения ни при службе, ни тому, что такое медиа. По ходу, я надеюсь, станет понятно. Но в своем первом слайде название моего слайда – это цитата из очень и очень многих положений о пресс-службе, которые я посмотрел и готовясь к презентации, ну и просто вот на глаза попадались. «Широкое освещение в СМИ». То есть это одна из задач пресс-службы ВУЗа. И все мы не первый день в этом бизнесе. И все мы представляем, что есть определенная новостная повестка у университета, определенные коммуникационные цели, которые через средства массовой информации доносятся до целевой аудитории. Опять же, банально, да, пресс-служба генерирует информационный повод. Сначала я хотел написать «находит и генерирует», потом понял, что даже найденный информационный повод требует определенной переработки под целевые аудитории, под каналы. Потом находит, через какие каналы будет его распространять. И, собственно, делает такой аплоуд, питчет журналистам. Это такая вот совершенно банальная схема, базовая схема работы пресс-службы. Вы же можете мне сказать, Игорь, а зачем ты здесь газету нарисовал? И какие традиционные медиа? Мы все давно уже в социальных сетях. Согласен с вами, возвращаюсь на предыдущий слайд и показываю, что кроме традиционных медиа существуют социальные и корпоративные медиа, но все они так или иначе выстраиваются в такую вот линейку от университета к целевым аудиториям. И провокация моей презентации, я надеюсь, заключается в следующем слайде. А что, если нам эту стрелку развернуть наоборот? Что, если нацелиться на то, чтобы целевые аудитории самостоятельно искали полезную, нужную для себя информацию на каких-то каналах? Вот здесь, под омниканальной системой управляемых каналов, я как раз имею в виду те собственные ресурсы и социальные сети. А если говорить конкретнее, то это могут быть совершенно разные. Если у нас есть Инстаграм, то он не обязательно должен быть один. У физтеха как минимум два YouTube-канала. Один для популяризации науки, физтех-сайенс, другой официальный канал. Телеграм-каналов у нас три. Ну и так далее, и так далее. То есть их может быть сколько угодно много. И омниканальность заключается в том, что в той или иной степени, в том или ином виде информационные поводы, которые мы хотим донести до своих целевых аудиторий, попадают в разные каналы. И очень хороший пример из совсем недавнего опыта, когда мы питчили релиз о одной из наших разработок для самолета «Сухой Суперджет». Мы как-то стороной обошли информагентство ТАСС, а потом увидели в мониторинге, что ТАСС написал об этом, хотя мы туда ничего не питчили. Ну то есть вот такое косвенное подтверждение того, что и журналисты за нами смотрят. И пока я не ушел с этого слайда, хочу сказать, что вот среди целевых аудиторий журналисты, которые являются представителями каналов с очень широкой аудиторией, конечно, являются для нас тоже очень важной целевой аудиторией. Но почему же все-таки так не работает? Почему мы по-прежнему продолжаем питчить новости, писать пресс-релизы, формировать пул лояльных журналистов, в той или иной степени заигрывать в СМИ и не отказываемся от традиционной модели? Ну, в первую очередь, потому что новостная повестка университета, каким бы большим он ни был, каким бы авторитетным он ни был, какие бы места в рейтинге он ни занимал, она достаточно ограничена. Здесь, безусловно, выигрывают большие классические университеты, и сейчас работая в техническом университете, я вижу, что журналисты ко мне совсем почему-то не обращаются за комментариями социально-экономической повестки. Второе – это то, что та омниканальность, которую я на предыдущем слайде показывал, она, конечно, в некотором, если не в большой степени, псевдоомниканальность. Единственное, что… не единственное, но мы можем делать кросслинки, мы можем готовить сообщения для разных аудиторий на разных языках с разным погружением, мы добиваемся того, что один и тот же информационный повод попадает на глаза одному человеку в нескольких источниках, но работает это далеко не всегда. Работает это не всегда в силу разности площадок, на которых мы размещаем, в силу того, что площадки имеют разный вес, разный авторитет. Вот это вот я немножко перескочил. Безусловно, доверие информации, размещенной на сайте федерального или международного информагентства, несколько больше, чем сообщению в нашем телеграм-канале или в инстаграме. Это объективная реальность. Ну и, безусловно, есть те целевые аудитории, они по-прежнему остаются, представители органов власти, представители старшего поколения, в некотором роде, сейчас, слава богу, меньше родителей абитуриентов, которые незначительно или не в той степени, в какой нам хотелось бы всем, пересекаются с нашими информационными каналами. И таким образом, пресс-служба должна ли пичить новости, взаимодействовать с традиционными медиа, давайте их так называть, или должна гнуть свою линию и приглашать, делать контент настолько интересным, чтобы целевые аудитории сами за ними приходили. Что же делать? Совершенно очевидно, что университеты должны расширять повестку. И вот Анна в своем выступлении сейчас и Алексей выступлением ранее видят это, говорят об этом. И я на самом деле тоже понимаю, что никто не запрещает мне давать под определенным, например, углом математических моделей иные прогнозы в области социально-экономической повестки, про которую я уже говорил. Следующий момент, который сейчас стоит просто краеугольным камнем в моей пресс-службе, это формирование редакционной политики. Какие новости мы публикуем, какую информационную повестку мы несем, или мы берем все подряд? На каком языке, на каких площадках мы разговариваем? Разговариваем мы со всеми журналистами? Или мы не даем комментариев тем, кто верит, что земля плоская? Это на самом деле очень большая проблема. Проблема в том, что подготовить редакционную политику каким-то одним документом, я признаюсь, у меня сейчас не получается. Я понимаю, что есть какие-то гипотезы, которые наверняка нужно прописать и проверить, но задача эта с очень и очень многими неизвестными. Я, конечно, был бы рад услышать того, кому этот кейс удалось решить. Безусловно, в резюме своей презентации я говорил о том, что стоит ли ВУЗу отказаться от общения с традиционными медиа. Конечно, нет. Но форматы этого взаимодействия могут быть совершенно разными. И про какие-то спецпроекты с медиа знаем мы все, но уверен, таких коллабораций, вариации таких коллабораций еще не исчерпаны. И хороша та пресс-служба, которая откроет новые формы взаимодействия со СМИ. Ну и то, о чем говорил Алексей, о конкуренции между ВУЗами. Да, безусловно, все мы кормимся на одной базе абитуриентов в той или иной степени. Но я всегда двумя руками за межвузовские кооперации. Даже если какой-то один, два, три N абитуриентов из моих материалов про Белгородский государственный университет или Ивановский государственный университет захотят рассмотреть возможность поступления в него, от этого минусов гораздо меньше, чем тех плюсов, которые могут принести совместные медиа-активности. Коллеги. Да, Игорь, спасибо за сообщение. Насколько я понимаю, к вам есть вопросы в чате? Дмитрий, просьбу помочь их озвучить. Да, Игорь, вопрос первый от Фаниса Габидулина. Как используете телеграм-каналы? Какова их эффективность? Фанис, большое спасибо. Вот, если честно, я не готов ответить настолько развернуто, насколько бы, наверное, Анна готова была 30 минут про это говорить. Я не могу сказать, насколько эффективен наш основной телеграм-канал. У нас чуть меньше тысячи подписчиков, и мы понимаем, что каналы с большей информационной повесткой, такие каналы-дайджесты собирают гораздо больше подписчиков, и это одно из направлений, в котором мы собираемся двигаться. Но, с другой стороны, то, что я вижу по сравнению с нам уже привычными социальными сетями, то, что иногда записи, посты в телеграм-канале собирают гораздо больше просмотров, чем количество подписчиков. И это означает, что виральность сообщений в телеграме гораздо выше. И второй момент про телеграм, если уж мы про него заговорили, это то, что вузами не в полной мере, вот, пожалуй, нам всем надо равняться на Итмо, используем возможности телеграм-ботов, совершенно изумительные телеграм-боты у Итмо, и мы сейчас работаем тоже над тем, чтобы не только однолинейно давать какую-то информацию своим подписчикам, но и интерактивно с ними взаимодействовать. Спасибо, Игорь. Еще один вопрос. К вам Енина Смирнова обращает тот же вопрос, который задавался Анне про штат медиаотдела. Сколько человек работает? В прислужбе физтеха работает около 20 человек. У нас есть штатные и внештатные сотрудники. У нас очень мощный и очень крутой медийный отдел, который создает видеоконтент, аудиоконтент, дизайн. Я, может быть, не до конца согласен с Анной, которая говорит о том, что YouTube – это наше все, это та площадка, которая покрывает все аудитории, но если сегодня прислужба не создает медиа-контент, то, конечно, стоит на это направление этому очень большое внимание уделить. Спасибо, Игорь. И последний вопрос. Вот Ольга Владимировна интересуется. Спецпроекты с медиа – это все за деньги вуза? Или могут быть гранты, инвесторы? Вот, прекрасный вопрос. Прекрасный вопрос. Да, когда я говорил о том, что очень много форматов медиа-проектов нам уже известно, я и в своем анамнезе, в своем опыте и в опыте других коллег знаю специальные проекты, такие отдельные проекты с традиционными медиа, как правило, интернет-медиа, которые реализуются по взаимному интересу. Там нет товарно-денежных отношений. И мне кажется, что вот за этим будущее. Все-таки, на мой взгляд, медиа должны монетизироваться через рекламу, через трафик-генерацию, а не за счет кассы университета или других компаний. Почему? Потому что, во-первых, если у журналистов есть заинтересованность в получении какого-то контента, то они будут следить за качеством этого контента. Мы, каждый из нас, видел проекты, какие-то спецпроекты, которые просто из пальца высосаны были, совершенно неинтересны целевым аудиториям. И в то же время мы знаем случай, когда университеты на постоянной основе сотрудничая с журналистами публикуют, имеют трибуну для того, чтобы а, дать полезный редакционно оправданный контент для журналистов и быть интересными своим аудиториям. Дмитрий? Да, спасибо, Игорь. Я тогда перехожу к нашему следующему участнику, Андрею Лаврову. Но здесь хочу напомнить известность со школы закон Ньютона «Действие равно противодействию». Чем ВУЗ лучше позиционирует себя в информсреде, тем больше агрессивной среды идет против него, агрессивного потока, потому что со слабыми что спорить, а сильными там можно и галстик поговорить. Вот, Андрей, скажите, как лучше формировать повестку, невзирая или наоборот, благодаря агрессивной среде? Коллеги, добрый день. Во-первых, хотел поблагодарить за приглашение. Я хотел поговорить, да, о том, как университет формировать повестку в агрессивной медиасреде, но мне кажется, самый важный 90% успеха стоит не в том, чтобы знать какие-то секреты, ноу-хау, какие-то уникальные рецепты, а в том, чтобы максимально глубоко понимать, как устроена медиасреда. Вот это понимание, и то, как она меняется, как радикально она меняется в последние годы, месяцы, дни, минуты, часы, это лежит в основе всего. Сейчас не очень получается перелистывать слайды. Вот Высшая школа экономики была основана в 1992 году. Высшая молодая университет. В 1992 году, да, там это было два года спустя, после того, как еженедельник, печатные еженедельник аргументы и факты внесли в книгу рекордов Гиннесса, в связи с тем, что у них там было что-то больше 30 миллионов. Тираж и аудитория 100 миллионов человек. Да, в 1992 году вся страна залипала перед экраном на телевизорах, да, там перед программой Дагладлистьево, час пик, тема, 600 секунд, невзор. Это было недавно, это все слишком недавно, и практически все мы, большинство из нас так точно, очень хорошо это помним. Дальше события шли стремительно. Появлялись, сначала появился развлекательный контент, который отъел большую часть повестки. И потом развлекательный контент, как наиболее гибкий, наверное, быстрее, раньше всех сориентировался, быстрее всех перешел в интернет-среду. Да, там сейчас все смотрят YouTube, наверное, телеканалы музыкальные не так популярны, как тот же самый YouTube. И что мы имеем на сегодня? Я вот посмотрел с коллегами, с коллегами посмотрели последние данные по исследованию медиапотребления. У нас с вами, несмотря на все там прогнозы о том, что телевидение умерло, его все-таки еще смотрят. Мы видим, что для 58% людей телевидения является источником получения новостей. Мы предполагаем, что, скорее всего, это все-таки более возрастная аудитория, но, тем не менее, она у нас с вами есть. А дальше вот очень интересная штука. Интернет. Понятно, что все в интернете, понятно, что в интернете есть все. Но те газеты, тот же АИ, у АИ тоже есть свой сайт, правильно? Есть трафик, есть аудитория, есть РБК, есть Коммерсант, есть много кто. 72% людей смотрят новости в интернете на сайтах изданий, на аналитические, новостные, официальные. Гораздо интереснее вот эти 40% социальной сети и блоги. И это главная конкуренция, это главные конкуренты журналистов, которые, в общем-то, тоже понимая прекрасно, лучше всех медиа-коррента пытаются трансформироваться, но все-таки я бы не сказал, что они проигрывают эту конкуренцию, это было бы преувеличением. Но конкуренция идет очень-очень жестко. Конкуренция за право формировать повестку. Почему это важно? Вернемся в 92-й год. 2000 человек, наверное, на всю страну обладали уникальным монопольным доступом к формированию информационной повестки. То есть то, что прозвучало в эфире телеканала, это и есть то, что будет обсуждаться в каждом доме. Сегодня, в период, как у Андрея Мирошниченко, книжка про освобожденное авторство, сегодня шанс сформировать повестку, в том числе общихедеральную повестку, есть практически у каждого, в силу того, что доступ к масштабной широкой аудитории, к огромной аудитории, есть у каждого. И именно с этим связано вот это кардинальное изменение. То, о чем говорил Игорь Красиков на самом деле. Раньше мы понимали, что мы должны сформировать инфоповод, определить, таргетировать аудиторию, прийти к журналисту, как к монополисту в области коммуникации, пропичить его и с его помощью донести нашу коммуникацию, донести то, что мы хотим людям до аудитории. С моей точки зрения сейчас, этот подход сильно-сильно меняется, сильно трансформируется. Давайте посмотрим, почему. Больше миллиарда сообщений в месяц, 64 миллиона авторов. Мы все с ним, мы все медиа, и мы все вместе в нашей совокупности формируем информационную повестку. Кто-то в большей степени, у кого-то больше аудитории, у кого-то меньше, а кто-то может выстрелить просто из никуда. Тут уже приводился пример площадки Клабхауза, Клабхауза, которая появилась в феврале, завоевавскружила всем умы и очень быстро канула в дебятии. Да, скорости такие, скорости безумные. Что самое важное, что лежит в основе, с большими буквами здесь написано слово «трафик». Это очень важно понимать. Повестку формируют не идеи сейчас, повестку формируют не мысли, повестку формируют не месседжи, повестку формируют трафик. Почему? Это данность. Нам это может нравиться, нам это может не нравиться, но это так. Почему так? Масс-медиа, редакции, СМИ, издания конкурируют с новостными агрегаторами, не конкурируют с сетями, не конкурируют с месседжами. Соответственно, они конкурируют за что? За внимание людей. Если они видят, что люди идут в этот контент, они пойдут туда же. И таким образом, вот эта деформация – это самое важное, что нам нужно понимать для того, чтобы понять, как университетом управлять повесткой и формировать повестки. То есть нам важно не пропичить, не добраться до журналиста, который обладает, еще раз повторю, монополией на владении умами масс, потому что он уже не обладает этой монополией. Нам крайне важно понимать, что лежит в основе внимания людей, что им интересно, куда идет трафик, куда разворачиваются тренды. На базе всего этого, надо понимать, изменилась очень сильно, изменилась работа СМИ. Раньше мы с вами говорили о том, что кликбейт, ну, то есть мы, к слову, кликбейт говорили о нем, как о чем-то таком, ну, не очень красивом, с каким-то небольшим снобизмом говорили, ну, вот эти переврали заголовок кликбейт. И очень много обсуждали, как нам сделать так, чтобы наш пресс-релиз не исковеркали, не переврали, и как мы не прикрутили кликбейт на заголовок. Вот сейчас, на самом деле, мы буквально вчера, когда готовится презентация, обсуждали с коллегами, а вот как сделать так, чтобы нас не переврали? Мы вывели универсальную форму. Никак. Вас обязательно переврут. Обязательно. И это и есть та самая агрессивная среда. Вас переврут просто потому, что новость будет копироваться, новость будет много раз тиражироваться, для того, чтобы новость имела признаки уникальности. Копирайтеры будут ее переписывать. В процессе этой переписки новость видоизменится до неузнаваемости. Это та данность, к которой нам надо жить, к ней надо привыкнуть, ее надо просто положить в нашу некую основную базу, в наш фундамент. Вот еще один вопрос, на который мы хотим заострить внимание. Над чем сфокусировано внимание, как нам видится руководители СМИ? Не столько на том, какая должна быть повестка, сколько как сформировать ту повестку, которая заинтересует аудиторию. и все больше и больше сил тратится на поисковую оптимизацию, на поиск своего клиента, на поиск своих читателей. Это тоже надо принимать во внимание. И этим же, ровно этим же, надо заниматься и, как мне кажется, университетом. Не будем говорить сейчас, ну, уже, чтобы не занимать время, не буду говорить про журналистов. Мне кажется, вот важный и очень интересный слайд про то, что изменилось в пространстве соцмедиа. Здесь просто задавались вопросы, в какие соцмедиа идти. Я полностью согласен Александр Викторович в том, что идти надо во все соцмедиа. По-другому просто быть не может. Но мы вот видим, даже не мы видим, это исследовательский центр компании Deloiz видит взрывной рост Телеграма и ТикТока. Соответственно, Вышка инвестирует во все площадки, но сейчас основной фокус делает на Телеграме и ТикТоке. Телеграм для нас вообще является основным каналом коммуникации со студентами. Вы даже, знаете, заметили такой феномен. У нас есть портал Вышка для своих, это сайт, и та информация, которая публикуется на сайте, студенческим сообществом Вышки очень плохо воспринимается, они вообще не читают. Но если то же самое положить в Телеграм, это расходится по бешеной скорости тысячи репостов на час и так далее. Самое главное, как университет на всю вот эту историю должен реагировать. Первое, я, в силу того, что я там один из последних выступаю, много буду давать отсылок к ранним выступавшим коллегам. Игорь Красиков говорил про редакционную политику. Мы тоже очень много думали, вот какая должна быть наша информационная политика, какая она должна быть. Мне кажется, главное слово здесь гибкость. Знаете, я бы сказал так, универсальных рецептов нет, их быть не может, и даже если вы написали хороший документ, на следующий день он уже устареет. Поэтому очень важно не столько сформировать жесткую редакционную и информационную политику, сколько научиться владению максимальным количеством инструментов, которые вы будете применять GitHub по мере того, как вы внимательно ежечасно, ежеминутно, ежесекундно анализируете информационные тренды. Я имею в виду, здесь не тренды того, что сейчас модно, какие площадки заходят и как работают медиа, а то, что сегодня здесь и сейчас обсуждается. Простая история. Условно говоря, мы видим, что в деловой среде мировую глобальную повестку пробовалась в этом году совершенно не новая, кстати, тема ESG, Environmental Social Governance, и огромное количество университетов имеет большое исследование, экспертизу, науку, которая производит продукт, который может быть интересен бизнесу, компаниям и корпорациям в контексте ESG. Но роль задачи служб по связям с общественностью как раз и состоит в том, чтобы уловить этот тренд и развернуть те исследования, которые делают наши эксперты, наши ученые в сторону того, что будет воспринято нашей аудитории в данной ситуации бизнесом. Хотел сказать о том, что выживание в агрессивной среде возможно в том случае, если мы будем коллаборироваться больше, чем конкурировать, мне кажется, и это видно, в общем-то, в том числе и с программ Priority 2030, которая сейчас запускается. Сотрудничество вузов в продвижении повестки дает большие возможности сотрудничество вузов друг с другом, сотрудничество с медиаплощадками. Мы видим, что медиаплощадки на самом деле, несмотря на недостаточный объем образователей научной повестки, заинтересованы такого рода сотрудничества, такого рода сотрудничества, но для университетов, в том числе для нишевых университетов, или для региональных университетов, мне кажется, был основной путь выхода на крупные федеральные медиаплощадки, и он состоит в коллаборации. И это важно, этим стоит заниматься, это очень важное направление работы к сообщественно-профессиональным коммуникаторам в образовании. Об омниканальности коммуникации также многое довольно говорилось, не буду повторять. И пятый пункт, для меня самый важный, развитие собственных медиаресурсов в университетах в рамках третьей миссии. Как я уже говорил, вы пишете пресс-релиз, мы пишем пресс-релиз, мы делаем какой-то заголовок, отправляем его в информационное пространство, и уже через час мы получим, знаете, где-нибудь, в мессенджере, в WhatsApp, сообщение, в котором наш мессендж изменен до неузнаваемости. И с этим ничего нельзя сделать, давайте просто признаемся, с этим ничего нельзя сделать. Единственный выход в такой ситуации – это иметь собственные прокаченные медийные ресурсы для публикации неискаженного передачи контента. И очень важно, чтобы, как мне кажется, и очень важно, чтобы эти ресурсы касались не только непосредственно каких-то маркетинговых задач университетов, как поступить, образование, что происходит в науке, чем занимаются учебы. Очень важно, чтобы эти ресурсы также были развернуты в сторону третьей миссии университетов, в сторону вклада университета в социально-экономическое развитие региона. Собственно говоря, об этом в том числе много говорится, и об этом еще будет говориться в рамках программы «Приоритет-2030». Но университет может попасть в медиа в информационную повестку и может сформировать информационную повестку тогда, когда он говорит с аудиториями о том, что важно не только университеты, но и аудитория. А вопросы социально-экономического развития, они, естественно, в фокусе. Большинство университетов имеют такого рода экспертизу, и это всегда вопрос того, как посмотреть и как развернуть эту экспертизу. Собственно говоря, я хотел бы, наверное, на этом остановиться, потому что времени уже много, если есть какие-то вопросы, было бы даже более приятно пообсуждать и подиспенсировать. Спасибо. Спасибо большое, Андрей. Дмитрий, есть ли вопросы из чата? Дмитрий, звук, пожалуйста. Да, Андрей, вопросы есть, один из них звучит так, вопрос от Ольги Владимировны. Андрей, анализ ситуации в медиа, у вас делают специальные аналитики, или каждый сотрудник является аналитиком в своей сфере? Нет универсального анализа ситуации в медиа, естественно, каждый сотрудник в силу своей компетентности, как коммуникатор, смотрит, анализирует, мы это часто обсуждаем, и, конечно, мы ориентируемся как на собственные исследования, которые есть, и у нас на факультете коммуникации, медиа, дизайна, на факультете социальных наук большой трек этих исследований есть, так и на те исследования, которые есть на рынке. Но очень важно, что исследования есть, доступ к ним есть, их надо читать, с ними надо знакомиться, и они становятся все важнее, они становятся где-то в основе нашего целеполагания, того, что мы делаем. Это коммуникации, основанные на данных, Все больше и больше коммуникации ориентируются на цифру и на дату-саймс. Спасибо, Андрей. И еще вопрос от Натальи Коноваловой. Есть ли инструменты коллаборации с зарубежными партнерами? Инструменты коллаборации с зарубежными партнерами, в том числе всего ряда обстоятельств объективных, я бы не сказал, что очень развиты. Естественно, есть международные лаборатории, международных лабораторий может быть такая научная кооперация. Вообще, с моей точки зрения, если разделить повестку университета, большого университета, которым является Высшая школа экономика, то основной фокус коллаборации с зарубежными партнерами – это научная коммуникация, все, что связано с научной коммуникацией. У нас есть отдел научных коммуникаций, они довольно плотно работают на английском языке, они делают научные релизы, используют их в базе «Еврикалят». И вот, в принципе, это, наверное, такой единственный способ их выхода на зарубежные рынки сейчас. Андрей, хотел бы от себя задать вопрос. Вышка – достаточно большое образование, такое со сложной структурой, и я так понимаю, что даже сотруднику Вышки нелегко разобраться во всех взаимосвязях подразделений. Но источником новостных поводов являются сотрудники, рядовые сотрудники. Как Алексей вначале сказал, чтобы написать о метеорите, надо было сначала туда поехать, распилить, то есть какие-то сотрудники поехали, об этом стало известно и так далее. Вот здесь это является какой-то обязанностью всех сотрудников Вышки информировать вас об интересных поводах, или здесь как-то по-другому построено внутреннее взаимодействие по поиску информационных поводов? Знаете, на практике это такая дорога с двусторонним движением, как-то часто бывает, как-то очень часто бывает с коммуникаторами, естественно, очень многие приходят и приносят свои информационные поводы, свои идеи, свои проекты, какие-то из них интересные, яркие, какие-то менее интересные, яркие. Но мы никогда этим не удовлетворяемся, потому что, опять-таки, наша практика показывает, что самые яркие, интересные вещи и события надо искать самим, и в этом смысле мы просто выходим в университет и спрашиваем коллег, как у них дела, чем они занимаются. Но у сотрудников есть какой-то китай, что вот он обязан подразделение дать вам год, грубо говоря, пять информационных поводов? Нет, мы не ставим такие KPI, мы так не таргетируем, но наши коллеги прекрасно понимают, что их медийность и их раскрученность – это часть, в общем-то, их в том числе и научной репутации, и поэтому большинство людей, которые работают в вышке, они просто заинтересованы в этом. Мы не формализуем эту работу, мы не считаем, что это нужно неправильно, потому что излишнее увлечение KPI, дай пять информационных поводов, вы не доположь пять информационных поводов, это так не будет работать. Ну как-то подталкивать все-таки надо, да. Я понимаю. И еще хотел привести такой, может быть, курьезный случай из нашей практики. Мы проводили как-то конференцию, такую многопрофильную по многим направлениям в связи с выходом нашего рейтинга крупнейших компаний, и там был круглый столб по сельскохозяйственному машиностроению. Но в процессе подготовки выяснилось, что никто не хочет там выступать, в программе этот пункт остался. Мы, в общем-то, плюнули на него, но забыли об этом донести до участников конференции информацию. И когда конференция уже была в разгаре, я захожу в аудиторию, где должен был быть этот круглый столб, там сидит человек 40, они бурными собой объясняют, то есть произошла такая самоорганизация. В связи с тем, что считается, что вышки студенты, они очень активные, вот насколько вы часто там сталкивались или никогда не сталкивались с примерами самоорганизации информационной, то есть когда какая-то информационная работа, она идет не по вашей инициативе, а она сама собой, иногда даже в параллельном пространстве. Такое часто случается, такое бывает. В вышке 40 тысяч студентов, 7 тысяч сотрудников, естественно, большая часть наших студентов, они крайне медийно чувствительны, большая часть наших сотрудников, они медийно чувствительны. И самоорганизация, да, она есть, это бывает, мы считаем, что это хорошо, мы готовы это поддерживать, мы готовы коллегам помогать, но основной вызов, риск, челлендж для нашей дирекции – это помочь коллегам с управлением их рисками. Здесь как раз бывают некоторые сложности, потому что человек, который хочет себя продвинуть, было бы неправильно запрещать ему это делать, неправильно как-то его в этом ограничивать, но очень важно объяснить ему правила, знаете, как человек выходит на дорогу, пускай выходит, но он должен знать правила дорожного движения. Правила дорожного движения, ну, во-первых, они меняются у нас с вами на нашем рынке, как я уже сказал, каждый час, наверное, меняются. И вот с этого года мы, у нас есть лаборатория медиамастерская, ее возглавляет Глеб Черкасов, бывший журналист-коммерсант. И мы сформировали цикл около 12 тренингов, которые предлагаем в первую очередь нашим коллегам, сотрудникам, именно направленные на то, каковы правила игры, что делать, если журналист меня перебрал, что делать, как раскрутить себя в социальной сети, о том, что делать, если я вижу фейк, как мне на это реагировать и как самому не стать распространителем фейка. Там много всего интересного, думаю, там со временем мы даже будем готовы пригласить коллегам с университетом, поучаствовать в книгах, если будет, конечно же, интерес к этому. Да, я так понимаю, что у нас еще один участник есть, Марья Анна Дьякова, Питерский политехнический университет Петра Великого. Марья Анна, вы с нами? Да, вы меня слышите? Да, да, да. Да, очень рада всех приветствовать. И извините за мое опоздание. Я бы хотела несколько слов рассказать о развитии бренда в политехническом университете. Сейчас я попрошу, помогите мне, пожалуйста, вывести на экран презентацию. Сейчас видно презентацию? Да, вполне. Да, безусловно, работа по созданию и продвижению бренда вуза, это, безусловно, работа, которая нацелена на многие аудитории. Мы это понимаем, что работа с каждой аудиторией строится отдельно, но, тем не менее, это и работа по продвижению и узнаваемости бренда в целом всеми целевыми аудиториями. Здесь, на этом слайде, наши основные целевые аудитории, с которыми мы работаем, и основная система продвижения, как мы ее выстраиваем в нашем университете. Именно с целью консолидированной, обобщенной работы по продвижению вуза было создано такое подразделение, как управление по связям с общественностью. Оно функционирует в течение полутора лет уже, и как раз главной целью этого подразделения, его деятельность является создание и продвижение бренда вуза на все целевые аудитории. Структура подразделения состоит из нескольких отделов, которые реализуют как раз по разным направлениям основные блоки по продвижению. Отдел спецпроектов – это наш отдел, который занимается непосредственным формированием имиджа вуза через внутрикорпоративные мероприятия, оффлайн и онлайн, спецпроекты, о которых я сейчас расскажу несколько слов, и также, безусловно, внешние мероприятия – это участие в вузах крупногородских, общероссийских и международных мероприятиях. Здесь я привожу пример, как отрабатывает, например, год науки и технологий отдел. Мы ежемесячно создаем ряд проектов. Вы знаете, что каждый месяц тематически дифференцируется, и мы создаем специальные видеопроекты, которые с партнерами по данному виду деятельности. Мы на территории нашего кампуса размещаем информационные стенды, также состоим подкасты, которые тематически иллюстрируют с помощью наших топовых экспертов и ученых это направление деятельности. Несмотря на пандемию, мы проводили множество и в этом году мероприятий оффлайн, и посвященные 122-летию вуза, и битвы институтов. Мы вообще считаем, что очень многие мероприятия должны формировать именно внутрикорпоративную культуру и должны быть направлены на повышение лояльности наших студентов, сотрудников, и поэтому уделяем этому очень большое внимание, то есть формируем бренд наш не только на внешней аудитории, но и на внутренней тоже. Забеги в день числа ПИ – это наш день, потому что нашим символом является символ числа ПИ, и вы знаете, что такое день празднуется 14 марта, семейный день Победы – огромный праздник, который мы провели и для жителей района и города, участие в крупных фестивалях ВК-фест, Гик-пикник и огромное количество видеопродакшена, которые мы можем делать благодаря нашей телестудии, о которой я скажу, это очень наш успешный кейс университетского телевидения, телестудия чуть позже. По направлениям деятельности мы делим наши проекты, мы очень большое внимание уделяем позиционированию ВУЗа как, безусловно, наукоемкого и национного ВУЗа, поэтому мы формируем личные бренды ученых, молодых ученых, создаем такие видео в формате стори-теллинга, в формате рассказа через лица молодые, прекрасные о науке. У нас есть специальный проект «Lady in Science», который рассказывает о достижении женщин в науке, потрясающей красоты девушки и женщины политеха, которые добились очень больших и весомых результатов в науке. Это проект о стартапах, фабрика единорогов. Это подкасты «Переведи на человеческий», где сложным языком, которым разговаривают ученые, мы своего рода делаем перевод и переводим это на наш человеческий «Понятно». Это множество проектов о жизни в политехе, это большие интервью один на один, это интервью со всеми, кто входит в орбиту нашего ВУЗа «Мой политех». Это промо-видео, это праздники, события, которые… И большое внимание мы уделяем, безусловно, амбассадорам политех и нашим выпускникам. Мы делаем большой проект «Наш человек» о тех весомых результатах, которые добились наши выпускники в различных сферах деятельности. И сейчас я запущу демонстрацию нашей телестудии. Это огромная гордость наша. Наша телестудия построена специалистами, которые строят студии федерального уровня. Она одна из немногих телестудий северо-запада, которая позволяет передавать сигнал высокой четкости. Благодаря этому мы провели очень много федеральных эфиров. Мы смогли провести большинство мероприятий, которые должны были быть офлайн, мы провели их онлайн с телестудией. Это огромный ресурс для работы с нашими партнерами. Телестудия уже, на самом деле, особый тоже, можно сказать, собственный бренд сложившийся. Мы активно сотрудничаем со Сбером. Им настолько нравится наша студия, что сейчас они многие свои дискуссионные проекты, многие телепроекты снимают в нашей телестудии. Это и Силмаш, это и Газпром, и многие-многие другие. И о других отделах, которые есть, это отдел взаимодействия со СМИ. Наш отдел, безусловно, на постоянной основе формирует наш бренд через средства массовой информации. Это крупнейшие СМИ, как региональные северо-западного региона, так и, безусловно, федерального уровня. Это и Первый канал, и Россия, Пятый канал, наш региональный, 78-й, Санкт-Петербург, Российская газета, РИА Новости, Russia Today, Коммерсант, Фонтанка и так далее. И у нас также есть отдел новостного портала, который формирует нас, наши имиджи, наше лицо на сайте в новостной ленте. И также у нас есть отдельный новостной портал, который особо подчеркивает те проекты, которые реализуются в политехе, направленные на реализацию нацпроектов, наук и образования. И также отдел визуальных коммуникаций, которые разрабатывают именно визуальную составляющую того самого бренда, того самого позиционирования, которое есть в политехническом университете. Мы выделили, отдифференцировали себя от вузов, которые тоже являются политехническими в нашей стране, выделили те ценности, которые для нас наиболее важны и сформулировали на ближайшие три года такой надстроечный фирменный стиль и позиционирование, которое выражается в концепции «мыслить в будущем». Мы сегодня тот вуз, который возвращает романтику в науку, снова мечтает о невозможном, мыслит в будущем, замысливает нечто невероятное и реализовывает это. И основным концептом, основными цветами становятся космические цвета, мотив полета, мотив достижения невозможного. И вы видите здесь примеры оформлений, примеры нашего мерча. У нас уже была проведена рекламная кампания, и мы, безусловно, делаем это достаточно часто по городу. Я имею в виду рекламная кампания в этом новом фирменном стиле. Также мы занимаемся, безусловно, разработкой под каждое мероприятие крупных особых посадочных страниц, лендингов, которые раскрывают эти мероприятия, что тоже, безусловно, способствует формированию бренда. Вот вы видите здесь пример лендинга на 122-летие. И вы видите такую замечательную, красивую полигональную скульптуру космонавта. Сейчас тоже прокомментирую. Мы своей задачей тоже видим изменение инфраструктуры вуза в прямом смысле. У нас прекрасная территория, огромный парк политехнического университета, на территории которого мы собираемся в ближайшее время создать целый кластер общественных пространств, которые будут и для студентов, и для сотрудников, но также, безусловно, и для жителей города и гостей, потому что мы являемся таким центром притяжения в своем районе. И вот этот космонавт – это первый из арт-объектов, который появится уже в июле этого месяца, демонстрирующий и визуализирующий как нашу концепцию, так и просто являющийся определенной такой аттракцией на территории университета, с которой тоже в своем роде будет ассоциироваться наш университет. Здесь некоторые наши премии, поскольку вот такая системная работа, она дает плоды. Мы второй год подряд становимся лучшим вузом Санкт-Петербурга. Премии признания и влияния, надо сказать, что это абсолютно народное голосование, то есть мы на уровне нашего города и нашего северо-западного региона очень заметны. Множество наградных в федеральных премиях мы первые места занимаем и являемся победителями. Также наши проекты, которые многочисленные, о которых я только бегло упомянула, тоже очень часто занимают призовые места и являются победителями. Спасибо вам большое. Постаралась уложиться в регламент. Да, спасибо, Марьяна. Насколько я понимаю, есть вопросы от наших участников в чате, причем там целый ряд вопросов про вашу материальную базу. Она всех интересует, я думаю, особенно вузов регионы. Пожалуйста, Дмитрий, озвучьте. Да, Марьяна, студия произвела впечатление. И вот Ольга Владимирова спрашивает, как удалось создать такую студию? За счет какого финансирования? Афанис Габидуллин уточняет, а сколько стоит такая студия и сколько в ней человек работает? С удовольствием отвечу на эти вопросы. Дело в том, что как раз почему я к вам опоздала. По своей второй профессиональной деятельности я работаю на телевидении и являюсь телеведущей. Вот как раз у меня был прямой эфир, с него я к вам вмчалась. Поэтому у меня более чем 10-летний опыт работы в телевидении. И во многом это моя инициатива, мое желание реализовать проект такого уровня в университете и сделать его одной из такой точек роста и интересных преломлений в политехническом вузе, когда никто не ожидает от вуза технического, инженерного вот такого развития. Отвечая на вопрос, из каких средств, мы являлись одним из участников проекта повышения конкурентноспособности 5100. Конкретно эта телестудия, она построена на деньги 5100. Я привлекла специалистов, которые помогли нам на не очень большом пространстве, тем не менее, создать несколько важных для нас зон, для того, чтобы студенты могли реализовать максимальное количество проектов в телестудии. На данном этапе сейчас в телестудии работает руководитель телестудии, и в ней есть на постоянной основе два оператора, которые совмещают и деятельность монтажеров, и звукорежиссеров, и установщиков света. Но они же являются нашими операторами и во всей остальной деятельности. То есть, в принципе, в нашей структуре есть два человека, которые снимают, монтируют и выдают это в прямую трансляцию. Спасибо, Марьяна. И еще вопрос от Тамары Ореховой. Сколько человек работает в штате медиаотдела, и привлекаются ли вы к работе студентов, или студенческие медиа стоят обособлены? Спасибо большое. Очень хороший вопрос. Но относительно численности у нас работает 14 человек во всей структуре, во всех отделах, которые я перечислила. Вы слышали, их у нас 6. То есть, в каждом отделе, в среднем, можете посчитать, работает 2, максимум 3 человека. Относительно студенческой деятельности, у нас есть студенческий медиа-центр, или студенческая служба новостей, которая объективно на данный момент работает обособленно. Я предпринимаю очень много попыток для того, чтобы объединить эту деятельность, заинтересовать студентов. И вот как раз телестудия явилась тем механизмом, который наладил этот контакт и проложил между нами мостик, потому что именно ресурсы телестудии и возможность создать свой телепроект, видеопроект, привлекает студентов. И сейчас именно с помощью студентов мы собираемся запустить ежедневные эфиры, то есть создать непосредственно уже не совокупность видеоконтента, а создавать непосредственно эфир, создавать телевидение университетское. Такая амбициозная задача. Вот мы ставим перед собой начать такие трансляции в сентябре. Сейчас подготовительный этап. Спасибо, Мария Анна. Коллеги, мы плавно подошли к завершению нашего вебинара. Время практически полностью исчерпано. Я хочу поблагодарить всех участников и сказать, что в следующий раз мы планируем собраться очно-заочно 9 июня. У нас будет большой форум, который мы проводим ежегодно, и он будет проходить в очно-заочном формате. То есть там будет и очная аудитория, и заочная. То есть можно будет зарегистрироваться. И особенно это, наверное, будет актуально для тех, кто находится в регионах, поучаствовать в форуме дистанционно. И на форуме мы опубликуем наш очередной юбилейный 10-й рейтинг вузов ТОП-100 России. А до этого 2 июня будет опубликован рейтинг средних школ технического направления. Я думаю, что для вас, для ваших слушателей, читателей, зрителей, это будет не безинтересно, потому что выпускники школ – это, в общем-то, ваше будущее. Еще раз спасибо всем участникам, всем слушателям. До встречи 9 июня. Субтитры сделал DimaTorzok